Сегодня в этом зале собрались корифеи журналистского дела. Повод народное издание «Рабочая правда» празднует 90-летний юбилей. Алексей Кожевников – рабкор рабочей правды 60-х годов прошлого столетия. На празднике он почетный гость. По мнению Алексея Николаевича, он не просто писал статьи, он вписывал страницы истории в летопись города. Я и Гена Баталов, мы дали первый репортаж о рождении первой северской трубы. Мы не спали там, ждали, когда это все делали. А вы знали, что изначально газета «Рабочая правда» вышла в свет под названием «Полевской химик»? Первый номер подписал главный цензор области Павел Бажов. Через 6 месяцев издание неожиданно меняет название и становится за большевистские темпы. Листая страницы 90-летней давности, и сегодня чувствуется атмосфера этой грандиозной эпохи. Газета выходила в свет даже во время войны. «Рабочей правдой» же она становится в 1953 году. Наталья Филипповна, заведующая архивным отделом администрации Полевского, признается, что выросла на статьях «Народной газеты». Я с «Рабочей правдой» потом начала, когда училась в школе, потом когда по работе. То есть «Рабочая правда» – это добрый друг, который сопровождает, в принципе, мою жизнь. И сегодня, я думаю, что «Рабочая правда» находится, несмотря на ее такой почтенный возраст, она находится в таком творческом поиске, занимая такую активную позицию, которая сегодня нужна нашим людям не только ждать каких-то новостей, но именно приходить как добрый друг с добрыми весями в каждый дом. Готовясь к юбилею, журналисты редакции посмотрели практически все архивные материалы, фотографии, обращались к старшим коллегам, журналистам, которые делились своими воспоминаниями. В результате получилось вот такое издание «Время выбрало нас», где собрана история газеты, судьбы, тех, кто писал или сегодня пишет летопись Полевского в событиях и фактах. Столько ярких, неожиданных страниц, которые мы просто с невероятным трудом вытащили из архивов, из музейных каких-то фондов. Это увлекательно будет не только тем, кто в «Рабочей правде» работает, но и нашим постоянно дорогим читателям. История газеты неразрывно связана с Северским трубным заводом. На протяжении всей своей жизни она публиковала на своих страницах заводские истории. И когда в начале 2000-х «Рабочая правда» была на грани закрытия, именно Северский трубный завод оказал ей поддержку, обновил базу, поддержал кадрами. Сегодня «Рабочая правда» – это флагман печатных СМИ Полевского, за плечами которой многочисленные проекты. Вот эти заполосные мероприятия, которые проводит редакция «Рабочая правда», она по-прежнему нацелена на то, эта работа, чтобы мы показывали пример наших лучших граждан, которые совершают поступки, которые занимаются благотворительностью, которые всегда приходят на помощь, которые пишут прекрасные книги, которые совершают прекрасные поступки. Мы занимаемся пропагандой нравственности. Мы занимаемся пропагандой правильного образа жизни. Мы пытаемся делать по-прежнему то, что было главными ценностями в нашем прежнем обществе. И смотрите, мы сегодня по совпадению обстоятельств пришли и нам повязали галстуки. Так и хочется сказать в борьбе за дело, будьте готовы, всегда готовы. Эльмира Самохина в газету приходила на работу дважды. Дважды выводила ее на новый уровень. Для нее «Рабочка» – это часть жизни, наполненная проектами, бессонными ночами и творческими летучками. Дальше газеты остаются прежними. Все эти разговоры о том, что печатная пресса скоро умрет, они оказались бесплодными. Газеты живы только потому, что живы люди, которые готовы читать и доверять той информации, которую журналисты распространяют. Я думаю, что сейчас на самом начале газеты объяснить людям, как ориентироваться в этом трудном мире, как вообще выбирать свой жизненный путь и как получать обратную связь с теми же самыми чиновниками. Потому что именно через газету можно получить достоверную информацию. Ольга Уфимцева сегодня начальник управления образованием. А был период, когда она была редактором издания. Этот год запомнится ей как один из самых насыщенных в ее жизни. Вспоминаю этот период. Прежде всего запомнился он сотрудничеством с очень интересными людьми и с высокими профессионалами своего дела. Прежде всего это Тамара Ивановна Рощина. Это мега-корректор. Это лучший из лучших учителей русского языка. Поэтому за ее спиной мы могли чувствовать себя абсолютно безопасно с точки зрения грамотности текстов. Это Светлана Александровна Широкова, безусловно. Я чувствовала какую-то невероятную ответственность. Сегодня у еженедельника тысячи подписчиков и постоянных читателей. Издание можно найти на стойках во всех торговых объектах города. Его популярность столь велика, что каждый новый выпуск расходится в считанные минуты. Газета это не только, наверное, источник информации. Это прежде всего способ общения между разными людьми. Потому что прочитав какую-то статью, прочитав какую-то информацию, люди потом долго, неделю могут обсуждать ее. И это, наверное, очень важно для такого города, как Полевской, где нас не так много, может быть, не так много новостей. От этого они приобретают определенную ценность. И шутка ли, 90 лет на территории города мы вот так обмениваемся новостями, информируем друг друга. И журналисты газеты «Рабочая правда» делают это, работают профессионально. Вот так уже давно. Газета «Рабочая правда» неоднократно становилась победителем различных профессиональных конкурсов. Корреспонденты издания – признанные лауреаты и дипломанты журналистского сообщества. Творческий коллектив «Народной газеты» – самый многочисленный в Полевском отделении Стергловского союза журналистов России. Традиции большие у газеты, у города. И вы знаете, вот всегда делят малая печать, большая пресса. Я вот никогда не делил, потому что газета несет добро в дом. И журналистика – это жизнеописание. И в центре жизнеописания человек. Так вот «Рабочая правда» этим журналистским ценностям всегда следовала и следует. Здесь человек, его заботы, его радости, его проблемы. Поэтому высоко ценится. «Рабочке» без 10-100. За ее плечами огромный опыт, колоссальные знания, а впереди огромные планы. Стать лучшей газетой России – это, конечно, грандиозная, амбициозная цель. Мы к ней двигаемся. Это, конечно, новые проекты. В этом году задумано несколько. И один из них буквально через месяц мы запускаем в середине июня. И он будет посвящен Петру Первому. Тому, собственно говоря, кому мы обязаны своим рождением, своим нахождением здесь, на Урале. Ну и много других проектов. Весь сегодняшний праздник – это, конечно же, заслуга и труд коллектива редакции. Вот они, закадровые герои, которые еженедельно рассказывают читателям о полевских буднях, о благоустройстве, как живут горожане. Редакционным коллективом «Рабочей правды» на протяжении уже нескольких лет руководит Александр Федос. Александр Петрович же, в свою очередь, собрал вокруг себя коллектив молодых и энергичных журналистов, корректоров и верстальщиков, которые живут газетой и ее проектами. Можно по-разному жизнь прожить. В горе можно и радости. Вовремя есть, вовремя спать, вовремя делать гадости. А можно и так, давая рассвет и поминая о чуде, рукой обнаженное сердце достать и подарить его людям. О том, что нынешний юбилей – это только очередной этап «Большого пути», говорили сегодня все – гости, ветераны и читатели. Впереди у «Рабочей правды» еще сто, а может быть и больше, славных лет жизни. Ксения Балденкова, Алексей Карипанов, Константин Миронов, Сергей Чижов. Новости 11 канала.